Пять лет назад Константин и Екатерина стали родителями замечательных двойняшек Матвея и Тимофея. И вопрос о том, кто будет ухаживать за малышами, для этой семьи был практически необсуждаем. Конечно же, папа Костя. Здоровье супруги Катюши оказалось для него гораздо важнее, чем работа. Когда мы родились, врачи сказали, что надо беречь спину, больше трех килограмм не поднимать, у нас каждый богатырь по три килограмма, и были сложности со спиной. В итоге мы решили, что я останусь декретным, когда парни самостоятельно будут двигаться, пойдут ножками. Тогда мы поменяемся, мы так и сделали. К рождению сыновей Константин был готов, смеется и говорит, что на тот момент уже все умел. Знал, как сменить подгузники, как покормить и во сколько спать уложить. Дети появляются всегда сложности, весь мир меняется, ты же начинаешь жить по-другому, в другом ритме. Вот представьте, двое родились, кушаем. Один покушал, погулял, уснул, тут же посыпается второй. И вот так, с каждой периодичностью, там, 3-4 часа, это все крутится. Однако, такой решительный шаг, мягко сказать, оценили далеко не все. Да, многим было не понять нашего решения, мне даже кажется, Кате было сложнее, потому что на работе женщины, приерженные традиционным формам развития событий в этой ситуации, говорили, что зачем-то детей бросило. Было обидно, но отвечала, я говорю, они с родным отцом остались, не в детдом я их сдала, вот, ну, кто понимал, кто не понимал. По статистике, в Беларуси лишь в одном проценте семей в декретный отпуск идут отцы, в Европе же эта цифра гораздо выше. Например, в Швеции около 75% мужчин пользуются возможностью уйти в декрет. У кого больше зарплаты, то должен зарабатывать, а у кого поменьше, то должен дома на декрете. Мама лучше посмотрит, чем папа, наверное, я так думаю. Я остановился до этого ставлюсь, а лишь это тяжко, наполно, для мужчины быть с детками весь день. Я их вельми разумею по-человечески, а лишь сам наполно не смог. Все-таки папа должен зарабатывать деньги, а мама сидеть с ребенком, для этого декрет. Для любого ребенка, любого пола важно присутствие двух родителей, потому что каждый родитель несет некую свою модель мужского либо женского поведения. Конечно, в воспитании сына достаточно большую роль играет отец, но он такую же роль играет в воспитании девочки. Просто акценты делаются на том, что кто должен научить мальчика быть мужчиной? Конечно же, мужчина. А вот Александру первое время приходилось все делать самому, жене было тяжело, и он это прекрасно понимал. Было сложно и в плане физическом, и, наверное, и психологическом, потому что надо было все на ходу изучать, скажем так, от того, как просто ребенка, ну, держать, менять подгузники. Плюс еще готовка, уборка, это, я уже не говорю про это, это тоже все немножко так легло. Пришлось взять всю свою волю в кулак и стать мужчиной. Простить маленького Федю Александр и Екатерина учились вместе. Читали специальную литературу, смотрели видео, молодой отец даже ходил на мастер-класс. Нам повезло, у нас у соседей тоже маленький ребенок, он на три месяца, наверное, старше нашего. Вот, я сходил на короткий мастер-класс, вот, мне показала она, как она своего бойца купает. А я еще в детстве за племянницей ухаживал, тоже подгузники, это для меня уже был этап пройденный. У каждого человека есть свой чулан со страхами. Одни боятся осуждений, а другие пытаются просто быть счастливыми, ни на что не обращая внимания. Так и в нашей истории многие осудят и скажут, что мужчины должны зарабатывать деньги, а семейный быт – это женское дело. Но у наших героев не чулана со страхами, потому что настоящие мужчины ничего не боятся. Виктория Ходосок, Игорь Синют, Алексей Колупанко и Николай Синчила. Утро. Студия. Хорошего настроения.